Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще, что ваш рассказ такой небольшой, у меня складывается впечатление, что выросли в семье недомовок, в семье недоговоренностей, в семье неискренности, где, вероятно, многие вещи решались, если не скандалами, то через манипуляции, через обиды, через чувство вины. Вот такое у меня ощущение возникло. Знаете, я не отдаю предпочтение детско-родительским отношениям, в своем подходе психотерапевтическом. Но здесь у меня прям очень острое такое впечатление, что какая-то вот такая травма у вас была. Вот. И то, что вы были тихим ребенком только в школе, говорит о том, что, может быть, у вас была спокойная семья, но в ней люди защищать себя не умели. Вот. И была атмосфера скорее давящая. Вот. Потому что именно родители первые, кто учат нас социальному окружению. Я не очень молодил детьми в школе, потому что стеснялся, потому что я плохо училась. Здесь вы говорите про оценки. Здесь вы говорите про успех. Здесь вы говорите про то, что фактически сравнивали себя с другими людьми. Вероятно, вы сравниваете себя с другими людьми до сих пор. В том смысле, что считаете себя плохой, считаете себя плохой. Недостаточный какой-то. Вот. И что такое стеснение? Стеснение это подавленная злость. Это обращенный внутрь себя протест. Протест. И крайне важно понимать, что стеснение это еще и непринятие. Ребята. Вот. Знаете, когда... Когда... Ребенку ждут кайперов. А... Ребята. Или дают понять... Что... Он ничего не значит. Это вот... Как раз... Спрос стесняли. Дальше, ага, значит, я снялась, потому что плохо училась. Оценки, таким образом, говорите вы, меня характеризуют такую мысль, условно говоря, вы транслируете, ну, пытаетесь транслировать. Естественно, что оценки тяготеют к негативным, поэтому я должна быть идеальной, только когда я идеал, я могу не сняться, но идеальной я быть не могу, поэтому стесняюсь я всегда. Дальше, ну, вы не чувствуете свои ценности, по крайней мере в социальном окружении, я не знаю, как в семье. Дальше, так, поэтому я решил быть тихой, чтоб меня лишний раз не спрашивали. Я решил быть тихой, чтоб меня не оценивали, так, наверное, будет честнее сказать. У человека, который боится оценки, вообще-то говоря, избегает любых контактов, избегает любого взаимодействия. Иногда так же люди называют социофобами, когда это становится совсем уж патологией. Но, в основном, это про страх оценки. В средней школе, в классе шестом к нам пришли много ребят, среди которых была девочка, которая впоследствии на меня издевалась. Издевательство, есть унижение. Унижение, в свою очередь, редко, очень редко, когда побавятся с случайным людям. Унижают, в основном, людей, которые к этому готовы. Унижают тех людей, которые сами себя, в общем-то, готовы унизить. Поэтому ничего не стоит унизить того, кто сам себя чувствует, каким-то недоким, стесняется, пытается быть незаметным. Я ее очень боялась, потому что не понимала, почему она ко мне так относится и как можно быть грубым по отношению к человеку. Как бы, это история про отсутствие личных границ у вас. и почему она так ко мне относится, задает его вопрос, вместо того, чтобы спросить, почему я оказываюсь в ситуации, когда ко мне так относятся. потом частично вы отвечаете на этот вопрос, но уходя в компенсацию, в гиперкомпенсацию в виде агрессии. Дальше. Так, она меня не била, не обзывала, она просто пренебрежительно ко мне относилась и постоянно задавала мне вопросы. Для меня это было чем-то ужасным. Ну, собственно, то, чего вы боялись, да, то, чего вы опасались, по факту, к вам, можно сказать, пришло. Вот. А надо сказать, что так бывает практически всегда. Когда человек чего-то боится, к нему это обязательно приходит. Дальше. Почему для вас были ужасные вопросы? Потому что нужно было себя проявлять. Сейчас я бы посмеялась над таким издевательством, ну, механизмом защиты, очевидно, я хорошо у вас работаю, но вспоминаю, как для меня это было больно, как мне было страшно, тогда я понимаю, что это меня задело. Конечно, показала ваши слабые места. А со слабыми местами вы обращаться не умеете. Так продолжалось до конца средней школы, потому что я начала ей отвечать. Я не ругалась с ней, но показывала ей, что имение для меня не должно. Это реально переключилось на других девочек. А тут вы перешли в гиперкомпенсацию, в агрессию. Условно говоря, предвосхищаете любую угрозу. Но по факту это тоже самое испуганное поведение, только несколько более в другом виде, но вы по-прежнему боитесь и, что самое главное, по-прежнему не доверяете себе. Забегаясь вперед, скажу, что именно недоверие себе мешает вам выстраивать отношения с людьми. Потому что вы пытаетесь на человека опереться, стопроцентно. А вам эту стопроцентную опору, конечно же, никто не даст. От силы тревога. Возможно, после этого я решил, чтобы над тобой не издевались, но сразу показать себе большие страшные. Не знаю, но после всего этого я не доверяю новым людям. Я даже не знаю, я вроде бы открытая при новых знакомствах, сейчас я на первом курсе, но как будто бы жду подвох. Да, это связано с тем, что вы себе не доверяете. Именно вот себе не доверяете. Вы не можете опереться на себя в контакте, вам нужно операться на других людей. И контакт у вас с другими людьми происходит так, что вы пытаетесь найти у них ресурс, а не у условной себя. Да? Вот. И, соответственно, отсюда постоянно напряжение, отсюда нуждаемость в контроле, отсюда может быть имеющийся авторитет у вас, но он кажется хрупким. Дальше. Штюарнады хорошо общает со мной, мне посмотришь в глаза и скажет, ты меня бейсящи, улыбнувшись, как она когда-то. Ну, я думаю, что в тот момент для вас это было действительно травмой, травмой, которую вы до сих пор, я полагаю, не прожили до конца полной меры. Вот. И это, конечно, наложили на вас отпечатки, я думаю, что вы не проболели в том месте, не оболели, не прожили его. Аккуратно, до сих пор она вас травмирует. Это если несколько локально на ситуацию посмотреть. Если же на ситуацию посмотреть немножко более глобально, то, вероятно, у вас сохранилось непринятие себя, сохранилось стеснение, вот, и страх отвращения. Страх, что меня отвергнут. Так, это про родители, конечно, это про родители, конечно. Так, самое ужасное, что я проявляю агрессию по отношению к людям, которых люблю из-за пустяков. Защищайтесь. В обществе я проявляюсь такой агрессивной терпилой, которая боится что-то сказать людям, но не гадует. Но, опять же, здесь это следствие того, о чем я говорил. Я не знаю, как с этим справлюсь справиться, я хочу пронаправить эту энергию под активное русло. Ну, нужно с этой энергией для начала научиться обращаться. Вот. Не хочу больше причинять моральную боль людям, ведь так я причиняю ее самой себе. Ну, я бы сказал, что здесь несколько порочный круг, потому что вы не можете причинить людям моральную боль. Вот. Здесь вы говорите про вину. Вот. Боль причиняют люди сами себе. И только сами себе. Да, вы причиняете моральную боль себе. Вы правы. Но связаны это исключительно с чувством вины. То есть, вы берете на себя ответственность за другого человека. Вот. И, соответственно, начинаете себя бичевать за то, что другой человек испытывает боль. При этом вы забываете о себе. Вот. А это копится и в итоге вливается в новый такой виток взрыва. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.